Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. В свое время американцы говорили, что они проиграли космическую гонку за партой. Вот сегодня мы поговорим о проблемах образования в современной России. Сегодня в нашей студии Снегуров Александр Викторович, историк, заслуженный учитель России, кандидат психологических наук. Дудова Людмила Васильевна, проректор по межрегиональной и международной политике Московского педагогического государственного университета. Профессор. Яковлева Наталья Геннадьевна, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. И Семин Константин Викторович, журналист, режиссер-документалист, ведущий программы «Агитация и пропаганда». Александр Викторович, действительно, в свое время американцы говорили, что они проиграли космическую гонку за партой. И я помню, что мы всегда очень гордились тем, что у нас было всеобщее, доступное и среднее, и высшее образование. А потом вдруг как-то это поставилось под сомнение. И сейчас, к сожалению, и высшее, и даже среднее образование доступно далеко не всем. Вот как бы вы могли оценить для начала доступность образования для обычных простых граждан? Да, доступность образования за последние годы, уже, можно сказать, десятилетия, существенно урезана. Мы знаем, что бюджетных мест все меньше и меньше в вузах. Все больше платных услуг в школах. Это и кружки, и секции, и уже некоторые предметы преподаются за дополнительную плату. Когда-то мы боролись против того, что учителя собирают вроде бы как на подарки, там на ремонт класса какие-то средства. По сравнению с теми «поборами», в кавычках, нынешняя ситуация, вернее, та ситуация, кажется, смехотворной по сравнению с той коммерциализацией образования, которую мы наблюдаем вот в эти годы. Я в этом вижу опасную и тревожную тенденцию. И даже концепцию уже, а не только тенденцию. Ну, и не соглашаюсь с ней внутренней. Потому что доступность образования для меня – это прежде всего возможность приобщиться к ценностям и отечественным, и мировым. За оплату это сделать профессионально, качественно вряд ли получится. И не получается, как я вижу. Может быть, я и ошибаюсь. Людмила Васильевна, ну, если говорить о высшем образовании, то, на мой взгляд, одного просто охваченной эпидемии платности, бюджетных мест в вузах просто катастрофически не хватает. Ну, по сравнению, например, с советским временем или даже уже с постсоветским, институты сокращаются. Ну, наверное, единственная фракция, которая в парламенте ставит регулярно вопрос о всеобщем бесплатном образовании, о доступном, по крайней мере, бесплатном образовании – это КПРФ. К сожалению, наши оппоненты из «Единой России» постоянно обвиняют нас в популизме и не дают подобного рода законопроекты принимать. А как Вы считаете, вот в наше время можно ли создать грамотную нацию, современную нацию на основе платного высшего образования? Вы знаете, спасибо за вопрос и за постановку вопроса, потому что, действительно, с некоторых пор, это не вчера началось, а процесс этот довольно длительный, у нас стало сокращаться количество бюджетных мест в высших учебных заведениях. Ну, надо сказать, что и в среднем профессиональном образовании тоже ситуация непростая, если мы говорим о качественном образовании, а у нас, между прочим, среднее профессиональное и начальное профессиональное образование были совершенно замечательными. И система начального профессионального образования у нас была одна из лучших в мире, и опыт этот мультиплицировался. Если говорить о высшем образовании, то у нас на всех уровнях высшего образования такое сокращение идет. Ну, мы перешли на двухуровневую систему почти по всем направлениям высшего образования, высшего образования, и у нас на первой ступени в бакалавриате сокращается число бюджетных мест, у нас сокращается число бюджетных мест довольно стремительно на втором уровне. Это магистратура, которая, в общем-то, должна была бы покрывать вот ту дельту, которая образовывалась у нас в результате пятилетнего обучения, потому что бакалавриат съел один год обучения по целому ряду направлений. Ну, уже мы не говорим об аспирантуре, там вообще смешные получаются цифры, получаются цифры, и там тоже сокращение идет не только потому, что мало бюджетных мест, их действительно немного, но еще и потому, что тот уровень материального обеспечения, то есть стипендиальный фото, я вспоминаю, когда я училась в аспирантуре, то, по крайней мере, на аспирантскую стипендию можно было жить. Сейчас нельзя жить ни на студенческую стипендию, ни на аспирантскую стипендию, поэтому, может быть, даже можно как-то оправдать, доказать сокращение бюджетных мест, потому что не идут выпускники и так далее. Но и даже имея бюджетные места, многие-многие вынуждены, собственно говоря, большие усилия отдавать на то, чтобы просто прокормиться, просто прокормиться. Ну, еще один очень такой важный процесс, который мы констатируем, о котором очень много уже говорим в последние годы. Слава богу, вот сейчас с приходом нового министра как-то это все приостановилось. Это, конечно, абсолютно неоправданное, необдуманное слияние вузов разных. Понимаете, я могу привести такой пример. Я вот недавно вернулась из командировки из Кирова, так там это же нужно было очень сильно подумать. Слили педагогический университет, который последние годы был как гуманитарным университетом, и, надо сказать, Кировская область в рейтинге по образованию школьников занимает довольно высокое место. Это пятое место. Так вот этот 70-летний историй университет слили с 40-летней историей политехническим институтом. Причем руководителем, исполняющим обязанности, руководителя назначен не ректор, довольно успешный доктор исторических наук, в общем, грамотный очень историк, ректором назначен ректор вот этого человека из политехнического института. Кстати, и в Москве довольно много примеров, когда громкие институты, известные на весь мир сливают. Да, ну, Магнитогорский я могу назвать, такой же пример. Замечательный, очень крепкий университет слили с политехом, где металлологов готовят. Это ведь тоже такая скрытая форма, я бы сказала, доступности образования, потому что приходят контрольные цифры приема по направлениям подготовки в ВУЗ, и когда в результате слияния происходят такие вещи, то, понятно, здесь тоже теряются места. Большая проблема, конечно, с магистратурой. Там просто единичные цифры набора. И это действительно так. И можно как угодно эти цифры поворачивать, да, но факт остается факт. Число бюджетных мест сокращается, а количество внебюджетных студентов, которые обучаются, которые обучают, это студенты, которые понижают качество, просто планку самого образования. Поэтому, с одной стороны, вроде бы теперь могут все получать высшее образование, и можно говорить его о том, что возможность получения этого высшего образования есть у всех. Но дело в том, что возможность-то есть, но качество этого образования... У всех, у кого есть деньги. В принципе, да. Это такое небольшое условие. Наталья Геннадьевна, вот я помню, в советское время, ну, оно было достаточно прогнозируемо, было действительно намного больше бюджетных мест, они определялись потребностями производства. И поэтому все выпускники более-менее были пристроены. А сейчас каким образом определяется количество бюджетных мест и вообще количество потребностей народного хозяйства? У меня такое ощущение, что сейчас наше образование строится по принципу только спрос определяет предложение, и все. То есть какие специальности покупаются, условно говоря, те и готовят вузы. Вы знаете, вот то, что сейчас мы говорили, коллеги говорили о доступности, это, знаете, это отголоски и атрибуты самого главного процесса, куда брошена наша страна. Это рынок. И очень печально осознавать, что сфера образования, она тоже оказалась в этой ситуации. Основная проблема и основной процесс, который порождает вот эти все проблемы, о которых мы сейчас говорим, это маркетизация образования. То есть у нас образование, оно сейчас живет по рыночной модели. У нас продаются и покупаются знания. У нас нет образования, есть образовательная услуга. Нет педагога, а есть услужник, который должен, во-первых, услужить руководителю, менеджеру данной образовательной организации, услужить ребенку и услужить родителю. И, естественно, вот этот вот рынок и эти рыночные условия, в которых существуют, по-другому нельзя сказать, наша образовательная организация, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями, они порождают вот эти многочисленные проблемы. Что касается вашего вопроса о связи с народным хозяйством, естественно, в Советском Союзе была совершенно иная социально-экономическая модель. Была развита система планирования и регулирования. Сферы находились, такие сферы, как образование, наука, оборона, они, естественно, находились под регулирующим воздействием государства. Сейчас, когда пришел рынок к нам, в том числе в сферу образования и науки, государство, оно просто ушло из этих сфер. Оно не регулирует. Нет никакой абсолютно связи между жизнью страны экономической, между социально-экономическим развитием и целями развития социально-экономической страны, и системой образования. Абсолютно нет никакой связи. Поэтому мы выпускаем выпускников высших учебных заведений, они поступают туда. Но какая цель? То есть общество у нас, по сути, полностью дезориентировано. Дезориентированы образовательные организации, их руководство, которым непонятно откуда и как спускаются эти контрольные цифры приема. Дезориентированы родители. Они сейчас единственные, это единственный ориентир. Это эффективный ученик, это эффективный ребенок, в которого нужно вкладывать. И вот родители, они полностью брошены вот в этом море рынка, который как неведомая рука ведет нас неизвестно куда. Причем, кстати, далеко не факт, что он потом эффективно устроится на работу. Я помню, помните, в начале, говорили в начале перестройки, рынок все отрегулирует. Вот он и отрегулировал, только совсем не так, как нам бы хотелось. Константин Викторович, я знаю, что вы занимаетесь проблемой образования, знаю, что даже снимаете, готовите фильм «Последний звонок». И наверняка вам приходится общаться и с учителями, и с чиновниками от педагогики и изучать эту систему. Как вам кажется, насколько система в нынешнем ее виде, в нынешнем ее качестве способна обеспечить страну доступным средним образованием, качественным, доступным высшим образованием, ну вообще современным, чтобы Россия отвечала тем вызовам, которые перед ней стоят. И насколько эта система нуждается в изменениях? Знаете, мне кажется, эта система не статична. Она изменяется сама по себе, хотим мы этого или нет. Вопрос лишь в том, в какую сторону она изменяется. И все три выступавших передо мной человека, в принципе, абсолютно правы. Она деградирует. И деградирует чем дальше, тем стремительнее. Поэтому, конечно же, можно пытаться как-то зашпаклевать эти трагические, печальные для нас обстоятельства и представлять дело так, как будто бы все не очень плохо. Но на самом деле ситуация близка к термину, который мы используем вместе с моим соавтором, бывшим директором одной из московских школ, Евгением Спицыным, историком, термин, который мы часто применяем, слово, которое нам не нравится, но которое мы вынуждены употреблять, это слово «катастрофа». И эта катастрофа закономерная. Мне кажется, что невозможно сохранить социальное государство, в котором образование будет доступным и бесплатным, если все остальное в этом государстве, если в первую очередь фундамент этого государства, экономический фундамент, тот самый базис, о котором любили рассуждать в проклятую тоталитарную эпоху, если этот базис переведен на рыночные рельсы, если наша экономика деградировала, если она не нуждается в таком количестве физиков и лириков, то бесполезно производить их в большом количестве, в конвейерном режиме, и некуда будет пойти. Вот что самое страшное. Если в этом государстве, где все выставляется на аукцион, где все приватизируется, создана такая среда, то рано или поздно приватизироваться будет и образование. И образование станет сектором, где все будет выставлено на продажу, где все будет продаваться и покупаться. А какие-то реформы возможны в этой области? Можно ли в этом случае, задаем мы сами себе, как авторы фильма, и задают люди, которые, а это уже около 5000 человек, которые откликнулись на наш призыв, это народный проект, народный фильм об образовании, вот все эти люди, собравшиеся, вокруг нас задают вопрос, можно ли что-то поправить, посоветуете какой-то рецепт, можно ли приложить подорожник, компресс, какую-то магическую таблетку, используя для того, чтобы ситуацию эту изменить? Я думаю, что мы должны говорить людям правду. Эта ситуация является проекцией общей социально-экономической ситуации в стране. Она является следствием избранного нами 25 лет назад экономического общественного уклада. И без изменений в этом укладе надеяться на то, что придет хороший министр образования, каким бы хорошим он ни был, каким бы хорошим человеком и самоотверженным этот министр ни был, он не сумеет заткнуть с собой брешь и произвести радикальные изменения в том, что происходит вокруг нас. Ситуация ухудшается гораздо быстрее, чем что-то чинится, понимаете? Бреши латаются медленнее, чем разваливается сам корпус судна. И мы должны это понимать, потому что в данном случае речь идет не только о каждом из нас, сидящих в этой студии, не только о зрителях, которые сейчас за нами наблюдают, но и о следующих поколениях. Вот что на самом деле, мне кажется, является самым тревожным обстоятельством. Константин Викторович, как вам кажется, эта система реформируема или ее придется фактически ломать и выстраивать заново? Без действующей экономики, без экономики, которая должна быть переведена на другие рельсы, в которой должны появиться элементы планирования. Мы живем в обстановке тотального экономического хаоса. У нас каждый следующий день диктует нам новые требования. Мы не знаем, сколько стране необходимо угля, стали, высокотехнологичной продукции, станков, космических кораблей, самолетов. Вот это должно измениться в первую очередь, и тогда эти изменения отразятся и на сфере образования. Образование не может быть здоровее, чем экономика. В антисоветской экономике, как мне приходилось уже на одном из эфиров говорить, не может быть советское образование, от советского образования, даже если бы мы хотели советское образование воссоздать. Александр Викторович, вот как бы в продолжении этой темы, не так давно Дмитрий Анатольевич Медведев, по-моему, с некоторым удивлением отметил, что у нас, оказывается, не только не хватает инженеров и каких-то специалистов с высшим образованием, а у нас не хватает рабочих. И действительно, вот импортозамещение, некоторые предприятия вынуждены были начать работать, а работать-то некому, потому что система ПТУ, система техникумов разрушена. Я бы вот хотел спросить вас о чем, а как сейчас определяется вообще эффективность образования, эффективность учеников? Вот я вижу, что нагрузка на учеников стала гораздо выше, наверное, чем в советское время, но она стала какая-то, извините за такое слово, бестолковое. Вот. Ученик много с собой несет бесполезного багажа. Да, это совершенно верно. Определяется по, на мой взгляд, чисто имитационным факторам. Рейтинги. Понимаете, рейтинги. Вот у школы рейтинг. Она вошла там в топ-500, в топ-300, в топ-100. Вот эти вот идеи. Рейтингу класса, рейтингу ученика и даже у родителей. Это совершенно имитационные показатели. И, разумеется, можно удивляться, что тех нет, других нет. Но если нет экономического развития, то, может быть, и рабочие не нужны. Но это как раз не оправдывает. Ну вот они потребовались. Рабочие потребовались, а их нет. Ну, потому что не совершенно нет прогноза. Либо есть прогноз экономический, но он не усваивается властями. Ну и, кроме того, за это время полностью разрушена система профессионально-технического образования. И вот вроде бы как мониторинг проводится, но, опять же, это все делается в ключе декорирования проблем, а не выявления их и не решения их. А, кстати, как вот сейчас оценивается эффективность каждого конкретного ученика? Я помню, там нам двойки, тройки ставили направо и налево, в результате на выходе у нас были пятерки. Ну, вот в таком ключе, о котором я сказал, набор оценок, в основном положительных, а к этому подвигают и педагогов, и даже администрацию школы, чтобы были оценки позитивного характера, ну, какие-то оценки. У нас система, шкала оценивания совершенно уже неподходящая давно. Я понимаю, что некоторые учебные заведения в рамках этой системы нацелены на искусственное завышение оценок, чтобы улучшить свои показатели. И причем это завышение востребовано разными силами, как сказано правильно, сторонами разными. И родителями тоже, и учениками, чтобы утолить свои амбиции. Ну, как говорится, поднеплохо. Амбиции, да, педагогами, чтобы спастись от прессинга администрации, попасть в какой-то топ, в какой-то рейтинг. И поэтому отрицательный заряд получает поддержку с разных сторон и усиливается. А система сдержек и противовесов не работает. А вот это изначально механизм, который должен функционировать и в политической области, и в социально-экономической, и даже, я не побоюсь этого сказать, в духовно-нравственной. Система сдержек и противовесов. Ну, а если будут рейтинги везде хорошие, то мы потеряем и уже потеряли восприятие реальности. И вдруг, это вдруг тоже, конечно, имитационное вдруг, мы обнаруживаем, что нет электриков, нет водопроводчиков, нет фрезеровщиков. А это уж об этом давно говорили. Но просто не воспринимались советы, рекомендации ученых, сотрудников институтов. И благоразумных людей, общественности, граждан. Людмила Васильевна, я помню, очень много было копий сломано относительно роли школы. Ну, вот у нас, например, когда мы учились, это было понятно всем, что школы не только образовательные учреждения, может быть, даже и не столько, сколько воспитательные. И, наверное, образование, собственно, какие-то прикладные навыки и воспитание, ну, условно говоря, приличного человека, оно шло поровну. Потом нам стали навязывать концепцию образовательные услуги. То есть примерно услуги торговли, там еще какие-то услуги. И это подавалось как что-то хорошее. А как вы относитесь к концепции образовательных услуг? Что школа выполняет только функции, сервисы некого по предоставлению образовательных услуг. Мне даже как-то звучит уничижительно. Вы знаете, я к этому отношусь совершенно отрицательно. И хочу сказать, что действительно до вот этих драматических событий, которые произошли 25 лет назад, никому в голову не приходила мысль о том, что школа не учит. То есть это было само собой. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что это была миссия школы. Сейчас мы что имеем? Мы на сегодняшний день имеем в массовом сознании очень четкую установку, что школа делает все, что угодно. Она точно не воспитывает, а уж не учит точно. Потому что, вот я не знаю, готовя свой фильм, столкнулись вы или нет. Но знаете, есть очень интересная цифра, которая показывает количество учащихся, и в новом законе это зафиксирован, имеющих право на домашнее обучение. Если прежде на домашнем обучении у нас, как правило, обучались ребята, у которых есть проблемы со здоровьем, то сейчас на домашнем обучении, особенно в старших классах, в общем-то обучаются те, кто не идут в школу за знаниями. Они знают, что они там их просто получить не могут. Потому что уровень действующих сегодня стандартов таков, что поступить куда-то дальше, продолжать обучение, или получить знания такие, какие должны быть, хотя рейтинг у школы может быть очень высокий. Это абсолютно не важно. Поэтому первая проблема – дает ли школа те знания, которые, собственно говоря, дают возможность дальше продолжать свою деятельность на уровне начального, профессионального, среднего и так далее. Повторяю, это абсолютно. Что касается воспитания, то довольно долго вообще говорилось о том, что воспитывать школа не должна, потому что это диктат, потому что это навязывать каких-то ценностей и так далее. Хотя в законе об образовании записано, что образование – это есть обучение плюс воспитание. Тысячи диссертаций написаны по поводу воспитывающей функции обучения, потому что сам процесс учения уже есть в воспитании. Что касается услуг. По этому поводу тоже сломано очень много. Но по-прежнему почему-то считают, что учитель, который прежде был тем, кто передает вот эту эстафету знаний, тот, кто ставит... Он переведен в ранг, ну, не хочу обидеть представителей службы быта, но именно на этот уровень, потому что сервис у нас – это сфера, которая все время находилась в сфере бытового обслуживания. Но ведь обучение – это совсем не бытовое обслуживание. Это образование – это совсем другой вид деятельности, где требуется и соответствующая подготовка, где требуется и соответствующий, так сказать, подход. Мало того, современное законодательство, особенно в области ювенолистики, ставит даже здесь некоторые ограничения. Потому что учитель ограничен в оказании услуг, допустим, в области образования, потому что, не дай бог, он погладит по головке ребенка. Это нарушение личного пространства ребенка. Согласно ювенальным, так сказать, всяким полициям и так далее. Кроме того, если учитель излагает свои взгляды и демонстрирует их перед учеником, а эти, допустим, ну, будем говорить, взгляды левого толка, он имеет на это право, имеет на это право ученика, а родители исповедуют совершенно другие взгляды, то это расценивается со стороны родителей, как, собственно говоря, давление на ученика. Скорее даже со стороны администрации. Ну, администрация здесь, может быть, по-разному, она не присутствует на этом процессе. То есть мы даже, вот если действовать в рамках современного закона об образовании, мы даже в оказании услуг простой учитель, он тоже очень ограничен. Потому что, с одной стороны, эти рейтинги, в которые, как ни странно, воспитательная деятельность не входит, потому что не знают, как ее измерять. Вот они считают, что знания не могут измерять, разрабатывая разная шкала, а вот воспитание они не могут измерить. Но это абсолютно не важно. Это не важно, что ребенок участвует в волонтерском движении, это не важно, что ребенок готов там оказывать помощь, Тимуровское движение, которым... Это, оказывается, не важно. А вот важно, какой у него будет результат по ЕГЭ. Не важно, может этот ребенок осваивать программу или может. Дети же все разные. Как можно вводить какие-то измерения, когда дети разные? Как можно говорить об услуге, когда один ребенок требует 24 часа занятий у педагога, а другой ребенок может заниматься и сам? Как требовать каких-то отходов и неких стандартов к услуге, если один ребенок живет в неблагополучной семье, и для него хотя бы быть накормленным три раза в день, это уже большое достижение, а другой ребенок не приходит на занятия, потому что родители путешествуют по миру. Получается, что школа, прежде всего, думает о своих рейтингах, о своих показателях, о своем продвижении, чем о качестве образования. Наталья Геннадьевна. Она вынуждена так думать. Теперь вот какой аспект. В нашей истории довольно часто правители, которые особенно хотели длинуть каким-то образом Россию вперед, заимствовали на Западе, в Европе, там, может быть, США, какие-то элементы образования. Я не знаю, это было и при Петре Первом, это было и при большевиках. Но совсем уж, наверное, уродливые формы это приобрело в 90-е годы, когда абсолютно не критически, в областях, где у нас было явное превосходство, копировался западный опыт, а все предыдущее, советское и российское, отвергалось. Вот как вам кажется, на сегодняшний день выправляется ли эта пропорция? Какая сегодня пропорция в школах между заимствованием западного опыта и насколько его можно заимствовать, и нашим опытом? Ведь все-таки тоже ЕГЭ – это совершенно, наверное, чуждое нам явление. Это очень большая ошибка нашего общества. Я даже не могу сказать, что, ну, наверное, в первую очередь, тех, кто стоял у руля в начале 90-х, когда произошел развал Советского Союза. Ну и общество тоже нельзя как бы снимать с общества вину за то, что произошло. Вы понимаете, вот тот опыт Советского Союза в образовании, он был просто вычеркнут. И начали с какой-то нулевой точки. Такое ощущение, что у нас истории вообще не было. Я, в частности, сейчас говорю не вообще об истории, а именно об истории и опыте образования, образовательной политики. Мы начали с какого-то нуля. Такое ощущение, что чистый лист, у нас не было никакого опыта, никаких достижений. И мы начали под копирку копировать их опыт. Начиная с этого злополучного ЕГЭ и заканчивая вхождением в баллонскую систему и баллонизацией нашего высшего образования. Ну, многие говорят, что это было целенаправленно, что это там спецслужбы, что это заговор и так далее. Вы знаете, но до такой степени пренебрегать своим опытом, своей страной, своей историей, это просто стыдно. У нас действительно была одна из лучших систем образования в мире. И если говорить о советском опыте, то даже начиная с самого начала, с революции 1917 года, начиная с первых шагов, которые были в образовательной политике советского государства, это были последовательные шаги, последовательное развитие системы образования, которое было очень тесно связано с социально-экономическим развитием всей страны. Начиная с первого декрета о ликвидации безграмотности и ликбезы и так далее. Если мы возьмем 1991 год, и вот это под копирку, копирование западной системы, я не скажу американской, вообще западной системы, и западных методик, методов образования, то получается, что у нас вот этот корабль, наша система образования, он абсолютно бесцелен. То есть у нас нет цели. Какая у нас сейчас цель? Войти в рейтинге пяти лучших университетов мира? Это разве может быть целью системы образования великой страны России? Какие сейчас цели у нас стоят перед системой образования? Их просто нет. У нас государство и в нашей власти, они не ставят цели перед системой образования. И я согласна с коллегой, которая говорит, какого бы министра образования не поставь, если страна в хаосе, если нет цели перед системой образования, то, соответственно, она будет в хаосе. Вот, кстати, что интересно, в советское время наши институты, не копируя западную систему, в целом в рейтинге находились намного выше нынешних. А вот про министра образования. Ольга Васильева в последнее время говорит довольно много правильных вещей. Я ее слушаю с большим удовольствием. Она говорит, что необходимо вернуться к советскому опыту образования, по крайней мере отчасти. Вот что она пишет в независимой газете. Разве любая школа 21 века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? Было два периода в истории 20 века, когда мы усиленно учились. Это военные и послевоенные годы. Константин Викторович, она фактически говорит о том, что в сталинское время, которое, мягко говоря, не очень любят наши либералы, система образования была самой наилучшей. И именно в это время, но объективно, были подготовлены все наиболее выдающиеся прорывы Советского Союза. Ну, к этому времени, мне кажется, стоило бы добавить довоенное время. Потому что без Советской школы, без Советского университета, без Советского профессионально-технического училища войну бы, конечно, Советский Союз... Кстати, очень важно, что образование стало массовым, да? Конечно. Оно начало становиться массовым, действительно, как уже сегодня упоминалось, сразу же после победы большевиков в 17-м году. Это было одно из первых решений новой власти. Первые шаги в изменении системы образования были сделаны буквально через два дня после того, как был взят зимний. Поэтому это ленинско-сталинская школа. И впоследствии от традиций, заложенных тогда, Советский Союз по-крупному не отказывался. Были какие-то отклонения, изменения. Но, наверное, Васильева имеет в первую очередь то самое, что мы сейчас обсуждаем. Была советская школа, которая воспитывала в человеке человек. Когда мы встали на другие античеловеческие, рыночные рельсы, когда стало нормой сегодня то, что человек человеку волк, когда в нашу обыкновенную повседневную жизнь, я повторюсь, школа — это всего лишь проекция других отношений, социальных и экономических. Нельзя, чтобы здесь было пусто, а здесь было густо. Так вот, если в нашу обычную жизнь пришло неравенство и сегрегация, если люди перестали быть равными с точки зрения человеческого достоинства, то это неравенство и сегрегация неминуемо захлестнули бы и школу. Поэтому я вновь и вновь повторю эту печальную мысль о том, что изменениями локальными, просто переставляя министров добиться каких-то качественных изменений, к сожалению, невозможно. Мы должны быть реалистами. Это так. И еще один момент, который, мне кажется, важно озвучить в ходе работы над этим фильмом. Мы приближаемся, наверное, к середине съемочного процесса. Мы столкнулись с тем, что даже те здравые мысли, которые сейчас несколько, идя на перекор, сложившимся в образовательной среде к консенсусу, озвучивает министр образования, даже они, эти вещи, воспринимаются в штыки той или реформаторской гвардии, которая по-прежнему находится у руля. И мы очень часто слышали мнение, что мы переживем и этого министра, и придет новый человек, и все закрутится по-прежнему. Потому что эти люди тоже понимают, что все, что они натворили за последние 25 лет, произошло не по чьему-то щучьему велению. Не потому что кто-то, какой-то злоумышленник, хотел все испортить, и какая-то зловещая спецслужба целенаправленно разрушала наше образование. Потому что наше образование разрушалось синхронно и одновременно с тем, как разрушалась наша экономика и наша политическая система. Я один момент, Дима, позволишь? Я буквально на прошлой неделе в интернет-объявлениях обнаружил, что кто-то в городе Жуковском, некогда цитадели нашего авиастроения, авиационной науки, избавляется, продает большую советскую энциклопедию первого издания 30-х годов. Я бросился туда и оказался счастливым человеком. Сумел вывести аж почти 60 томов. И сегодня утром я открыл эту энциклопедию на букву П раздел «Педагогика». Ты знаешь, я поразился. Просто слово «педагогика» в этой энциклопедии посвящено больше 40 страниц. 40 страниц истории педагогики в стране, которая, в общем-то, со дня своего основания в 2022 году прожила еще не так много времени. Я выписал некоторые цитаты, которые, мне кажется, имеют прямое отношение к тому, о чем мы сегодня спорим. Цитата из классиков той ушедшей эпохи безвозвратного, а, может быть, и не безвозвратного «Ушедшей эпохи». И эти мысли, мне кажется, актуальны сегодня. Вот Энгельс в книжке «Положение рабочего класса в Англии» говорит, если буржуазия дает рабочим жить лишь постольку, поскольку ей буржуазия это необходимо, то не должно удивляться, что если она и образование рабочим дает лишь постольку, поскольку, что она и образование дает рабочим лишь постольку, поскольку это в ее буржуазии интересах. Это же логично. И именно это мы и наблюдаем сегодня. Мы получили неравенство, мы получили сегрегацию, мы получили классовое, а иногда и сословное, а местами и феодальное общество, в котором образование другого быть не может. Предыдущий министр образования говорил прямо противоположные вещи. Он говорил, что наша задача как раз подготовить потребителя, участника технологического процесса, даже не человека, это я уже от себя добавляю, а некую функцию станка. Вот как вы к такой концепции относитесь? Ведь, может быть, при капитализме это нормально как раз. Зачем нам все вот эти высокие духовные материи? Еще непонятно, какие вопросы появятся. Вопросы все равно будут появляться, пробиваясь через любые стены и даже самую густую среду. Это первое, что хочу сказать. Я против такой концепции и господина Ливанова. Если действительно потребителей, можно назвать человека, который потребляет благо, в том числе и духовные блага, но в этом смысле, наверное, не в этом смысле имел в виду, не этот смысл имел в виду бывший министр. А если так рассматривать, то в этом понятии ничего дурного нет. Если, скорее всего, это имелось в виду, подразумевается исполнитель, человек-исполнитель, человек-полуробот, человек-функция, то я против такого человека. Я всегда старался, вот за 30 лет педагогической работы создать или принять участие в создании человека-творца. И если он сможет создавать и материальные, и духовные блага, то это здорово. Вот в такой системе можно говорить о потребительстве. Только вот в таком контексте. Людмила Васильевна, про Болонскую систему мы вспомнили. Владимир Вольфович Жириновский, который иногда говорит ценные вещи, вот что у властей иномета, у него на языке. Он говорил, ну для нас противоестественная вещь, что надо снижать уровень образования, чтобы люди не задавали слишком много вопросов. Вот не кажется ли вам, что Болонская система и нынешняя система, она действительно закрепляет сегрегацию, сословное расслоение общества, вот все эти элитные школы, школы для бедных, вузы элитные, вузы для бедных, чтобы действительно общество расслоилось и бедные навсегда остались бедными, богатые богатыми. Ну о каком уж воспитании тут идет речь? Вы знаете, я думаю, что на самом деле вот эта установка, согласно которой нужно воспитать грамотного потребителя, есть не что иное, как результат перехода нашего общества, цивилизации в цивилизацию массовой. Да, цивилизацию массового потребления. Потому что для массового потребления не нужны люди, которые могут оценить или которые имеют высокие духовные, когнитивные, так сказать, запросы. Это неважно, потому что для общества массового потребления нужен массовый потребитель массового продукта. Балет не является массовым продуктом. Книга хорошая, наполненная мыслями, тоже не является массовым продуктом. Сколько нужно сделать ракет? Тут можем подготовить какое-то количество людей. Поэтому первое, что заложено было и в процессе разработки действующего ныне закона, а именно в последнем законе об образовании заложена вся эта рыночная сторона в образовательном процессе и вообще в системе образования, ориентирована именно на общество массового потребления. А поэтому и снижены все планки. У нас, собственно говоря, ведь до принятия вот этих последних стандартов, если говорить о системе общего образования, там был уровень общий для всех, достаточно высокий. И уровень этот заставлял и тех, кто не очень силен, все-таки подтягиваться до высокого уровня. А те, кто уже особенно были как бы мотивированы и видели себя в определенных сферах, требующих высокого образовательного центра, для тех было углубленное изучение предмета. Сейчас у нас общий стандарт, бесплатный, так называемый бесплатный, закрывающий федеральный компонент настолько низок, потому что нужно выйти на средний показатель единого государственного экзамена. И у нас самая страдающая, между прочим, при использовании единого государственного экзамена категория ребят, это ребята с высокими показателями. Та же самая ситуация, у нас и в высшем образовании. Существует некий, уже совершенно минимизированный федеральный компонент, дальше все решают сами, а если хочет специалист получить углубленное знание и так далее, то ему предлагается небольшой набор элективных курсов, а дальше все, что вы хотите за ваши деньги. К нашей программе провели на сайте голосование, и сейчас я вам представлю его результаты. Что позволило советскому школьному образованию стать лучшим в мире? Всеобщий характер 10%, бесплатность 5%, высокое качество преподавания 11% и нацеленность на воспитание гармонично развитой личности 74%. Наталья Геннадьевна, а вы как бы прокомментировали эти результаты, ну и какой пункт вы бы выбрали, например? Ну, наверное, я соглашусь с голосующими, но все-таки я, если говорить о советской системе образования, то я здесь выделила бы два конька, которая позволила вот этой системе образования стать одной из лучших в мире. Во-первых, это бесплатность. Почему? Ну, сейчас вообще над этим как бы смеются, особенно люди с праволиберальной ориентации, говорят, что это вообще что-то безумие, бесплатность образования. Дело в том, что если мы хотим стремиться и развивать справедливое общество и жить в нем, то мы должны ребенка, который родился и хочет расти, жить и приносить пользу обществу, ставить детей в равные условия. Если не будет бесплатного образования, все, изначально эта постановка, она снимается, а значит, никогда невозможно построить справедливое общество. Ребенок, который вырос изначально вот в этой несправедливости, когда он изначально знает, что он не одинаков с другими детьми, никогда не сможет в будущем построить и жить в справедливом обществе. Это первое. Значит, конек советского образования – это бесплатность. И второе – это действительно высокое качество фундаментального образования. Вот сейчас мы говорим, что качество низкое образование. А почему? Потому что именно вот этот фундаментальный уровень образования, который давался, он… Планка снижена, занижена. Я даже это могу вот просто на собственной, как говорится, шкуре, на своем ребенке, который сейчас в пятом классе. Я это испытываю на себе. Константин Викторович, вот в свете угроз и туч, которые сгустились вокруг нашей страны, вы говорите, что качество образования – это, наверное, даже более важно, чем уровень внешней угрозы. Правильно я вас цитирую? Я говорю о том, что состояние образования сегодня – это прямая угроза национальной безопасности нашей. А почему? Я говорю о том, что вот то неравенство, которое мы только что обсуждали, которое генерируется с самых первых лет жизни, на самых первых этажах социальной лестницы, оно в обстановке, когда наша страна зажата со всех сторон, как вы сказали, внешними угрозами, провоцирует распад и деградацию внутри. Невозможно сохранить единое государственное пространство, если образовательное пространство разваливается, если люди говорят на разных русских языках, если люди изучают разную историю, если они даже математику изначают по-разному. Если в одной школе есть дети, представляющие разные социальные касты, есть люди, которые приезжают в школу на роскошных дорогих автомобилях, есть люди, которые изначально с молодых ногтей, с первых дней своей жизни понимают, что они никогда не пересекут вот эту или вот эту социальную планку. И это неравенство цементируется в уставных документах нашей образовательной реформы. Оно вписано туда, вмонтировано, это не всегда видно, но тем не менее это есть. Для чего? Потому что это инструмент в руках господствующего класса, буржуазного класса, который одержал свою эпохальную победу в 1991 году. И позвольте мне ту самую статью из советской большой энциклопедии, я процитирую еще раз, и еще одного классика, уже сегодня многократно неиспровергнутого, приведу слова. Маркс говорил, у буржуазного класса нет средств дать народу настоящее образование, а если бы у него и имелись эти средства, то он никогда бы не стал их применять. Поэтому наше упование, наше рассуждение о том, что бы можно было бы еще выпросить, починить, подмазать у этого класса, ведь он же должен думать о собственном самосохранении, ведь национальная безопасность касается и его тоже, всех тех людей, которые обогатились, озолотились за эти 25 лет деградации и разрушения. Эти упования напрасны и бесполезны, а им не нужно распространять образование вниз и делиться образованием со всеми. В свете этого последний вопрос ко всем будет один и тот же, время программы подошло к концу, прошу отвечать буквально одной фразой. Тезис, что нужно делать, чтобы вернуть России качественное образование? Для того, чтобы вернуть советское образование в нашей стране, необходимо реставрировать советские принципы организации общества и экономики. Наталья Геннадьевна. Вместо коммерциализации должна прийти социализация, вместо бюрократизации дебюрократизация, а менеджеризация, повальное образование должно замениться самоуправлением. Людмила Васильевна. Образование должно осознаваться как инструмент, который формирует систему ценностей и обеспечивает национальную безопасность России. Потому что нет хороших знаний, нет гармонично развитого человека с формированной системой ценностей. Я думаю, что просто не будет государства. Александр Ильич. Ну, выполнять статью Конституции. Российская Федерация – это социальное государство. Для начала вот это сделать. Ну, а я завершу цитаты из Ленина. Учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил Владимир Ильич Ленин. С вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин